Ну, петажировка прошла очень насыщенно эти две недели. Были наполнены множество мероприятий, знакомство с разными людьми, организациями. Это одно дело, когда ты приезжаешь на одно какое-то предметное мероприятие, там будет тренинг, форум, ты встречаешься только с определенными дни. А здесь у нас все было вперемешку, мы встречались с полозащитными организациями и были на аналитической группе Кипр, о которой только в интернете слышали. Общались с бюро по правам человека, узнали, сколько различных проблем есть у различных организаций, неважно, чем они занимаются, если они занимаются чем-то действительно стоящим, то, разумеется, очень много преград стоит. Мы поняли, что работа журналиста, допустим, уже тяжелая. У нас были такие задания на мероприятиях, как составить фото-репортаж, просто репортаж, взять интервью. Нам рассказали, как все это делать, какие есть требования. Мы потратили много времени, чтобы этому обучиться. К тому же работа над проектом «Живая библиотека», которую вот сейчас мы проводим, ну, дала понять, что не все так сложно и не так страшно, когда ты организовываешь какие-то мероприятия такие. Я думаю, что используя наработки, которые у нас здесь уже в Алма-Ате составили, я думаю, в своем городе «Живая библиотека» проведу много, используя уже свои ресурсы там. В Алма-Ате было тяжело, потому что мы уже чужие люди, а у себя в городах. Не думаю, что это будет так сложно. Ну, спасибо большое Ирине Медниковой и ее команде. Они поддерживали нас везде, корректировали, где мы делали что-то не так, обучали, водили и знакомили там по разным мероприятиям, с разными организациями. У нас бывало даже, если что-то по плану не получалось, то мы сразу заменяемся по другим мероприятиям. То есть, просто так мы не сидели. Ну, это большой опыт, и я надеюсь, что я использую это на все сто процентов.